Музыка Буквально через 10 минут из этих ворот начнется старт автомобилей участников потрясающего красивого ралли старинных автомобилей Золотое кольцо 2008 Это самое красивое многодневное ралли, в котором участвуют машины старше 30 лет Автомобили из разных стран мира, разные участники Вот последние минуты подготовки сейчас все начнется Мы будем проезжать по разным городам и проследим все этапы этого потрясающего многодневного ралли Будем следить за всем этим Музыка Если ралли проводят, значит это кому-нибудь нужно И не кому-нибудь, а 40 участникам из разных стран мира и уникальным автомобилям, которым довелось не стоять в пыльных гаражах А перемещаться по дорогам фантастически красивой страны и стартовать из центра нашего города Двенадцать часов, Красная площадь, Москва Автомобиль участники Jaguar XK 140 Fiat 124 Spider Rolls-Royce 1954 года Но самым уникальным участником автопробега стал автомобиль Alfa Romeo Disco Volante 1953 года Под управлением участником многих международных ралли Лучано Виара Это экспериментальный автомобиль 1953 года Alfa Romeo выпустила шесть машин довольно странного образа Это был аэродинамический эксперимент Сейчас таких всего три, и одна из них здесь На вопрос, почему Лучано решил принять участие в этом ралли, итальянец ответил В прошлом году компания Major предложила мне поучаствовать в ралли Я решил представить Alfa Romeo У людей вызывает интерес, что же такое Alfa Romeo Так что причина это принести радость людям Машина стартует по четкому графику И точность не только вежливость королей, но и правила гонки такого рода Что ж, будем следить за временем и местом Мы также, как и участники ралли, ориентируемся по легенде По вот такой замечательной книге, где указаны повороты, светофоры И, в общем-то, пожалуй, и все Мы нашли первую точку, на которую должны прибыть и участники автопробега Это гостиница Украина, набережная Тараса Шевченко И вот сейчас мы можем проследить пребывание некоторых участников ралли «Золотой кольцо-2008» Кто-то уже остановился Узнаем, в чем дело У нас одна проблема Здесь мили, а здесь километры И вот надо очень это как-то Потому что мы теряемся в расстояниях Где-то 400 метров, там трудно понять Сколько это миль Потому что надо очень точно делить Ну, у нас хорошо есть калькулятор Вот он Вот этим калькулятором мы с обычным пытаемся вывести точный метраж Мы все нормально Мы вписались в ритм общий Так вот уже немножко сработались Потому что это первая гонка у нас Я думаю, что в десятке мы должны быть Ну что ж, поживем, увидим Итак, первый день автопробега «Золотое кольцо-2008» Определенная часть маршрута уже пройдена И мы сейчас находимся в месте развязки Ведущие в сторону Петрова дальние Через эту точку должны проезжать участники автопробега Но дело в том, что проехал не так много машин Известный нам экипаж 25 Который переводил мили в километры И куда-то делись остальные участники автопробега Такое ощущение, что они запутались на предыдущем отрезке По легенде было довольно сложно сориентироваться В районе Крыландского и проспекта Маршала Жукова Но мы будем дальше отслеживать ход Этого замечательного ралли И посмотрим, как перемещаются участники автопробега Сложные правила, новые маршруты, прибавления в семействе участников Пятое международное ралли «Золотое кольцо» Проводится клубом классических автомобилей И по сути аналогично легендарной итальянской гонке «Мили-мили» В которой члены клуба участвуют с 2004 года С той лишь разницей, что «Золотое кольцо» Это еще и насыщенная культурная программа Ралли проводятся совместно с музеем «Мили-мили» И проходят в три этапа Это однодневное ралли по Ближнему Подмосковью Комплекс соревнований на Дмитровском полигоне И пробег по городам «Золотого кольца» Ярославль, Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Ростов-Суздаль И финишируют в Шереметьевском летнем дворце Еще одна точка, где останавливаются участники ралли Это потрясающее по красоте место И по значимости, кстати, тоже Это Новый Иерусалимский монастырь И машины здесь стоят, отдыхают Кто-то осуществляет небольшой ремонт Также в плане экскурсия по монастырю В общем, совмещение приятного с полезным Вот такая программа «Золотого кольца» 2008 И мы отправляемся дальше Но перед этим поговорим с участниками авторалли Сыро и жарко, но мы чувствуем себя хорошо Мы знаем Россию замечательно Я из Лондона, а мой штурман из Ливерпуля Расскажите о своей машине Это желтый автомобиль МГБ GT 1974 года Машина принадлежала двум людям до нас Которые за ней ухаживали Мы приехали на ней из Лондона в Москву за 4 дня Кто-то знает Россию, а кто-то нет Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь Замысел его основателя, реформатора Русской Православной Церкви Никона Заключался в том, чтобы воссоздать под Москвой На реке Истра образ Святой Земли Что он и сделал Но лучше один раз увидеть Это и удалось участникам А нам пора отправляться Знаете, тут есть еще такая хитрая особенность Автомобили должны четко рассчитать свою секунду Вот в эту секунду они должны пересечь вот эту линию Поэтому здесь еще присутствует математика Последняя связка ДСов связана с контролем времени То есть спортсмены должны здесь рассчитать таким образом Чтобы на последнем присостате Войти именно в свою секунду Ну, здесь усложнение Тут еще за этой линией Есть еще три Как раз, чтобы веселее было Среднее у них там будет варьироваться Где-то от 25 до 30 40 Вот так Ну, чтобы было веселее Ну, так это вот последняя Последняя работа сегодняшнего дня Уже в первый день некоторые автомобили пытались подвезти своих хозяев Но поломки были небольшими Хотя впереди еще три дня ралли «Золотое кольцо» 2008 Ну что ж, закончился первый день Первый этап соревнований Кто-то раньше, кто-то позже Но добрался до вот этого промежуточного финиша Автомобили приводят в порядок Намывают стекла, начищают и готовят их ко второму дню Посмотрим, что будет дальше Гонка, как и самая жизнь Преподносит много сюрпризов Один неприятный ждал участников Сразу после утреннего пробуждения Вот второй день ралли Вот такая абсолютно милемилевская погода Льет дождь Окна запотевают И надо дать дань энтузиазму Рвение участников автопробега Которые выходят сейчас на трассу С учетом конкретного времени каждого Вот так как сейчас это все происходит за моей спиной И, конечно, хочется узнать Каковы ощущения тех, кто сейчас сидит за рулем Мандраж, но хочется выиграть А почему мандраж? Не знаю Как перед экзаменом в школе Как автомобиль себя ввел вчера? Ну, немножко глох, судя по его возрасту Но доехал, довез нас Как вы себя чувствуете? Великолепно Очень красивое ралли Погода не очень хорошая, но это не важно Мы получаем удовольствие Знаете, идет дождь Это не просто дождь Это совершенно сильнейший ливень Который осложняет движение раллистов И работу судей, экспертов Но что поделать Вот такая сейчас погода Поэтому результата ждем еще больше Мы обратили внимание Что у почетного гостя гонки У призера вчерашнего дня У Лучана Вяры возникли проблемы Давайте посмотрим, что произошло У нас сломался дворник Но мы будем двигаться медленно И все равно прямо Что ж, таковы реалии гонки Но в этом месте поподробнее Почетный гость и машина-победитель первого дня Достоин отдельного рассказа Это потрясающий автомобиль Спортивная машина Альфа Ромео Диско Воланте Вызывала огромный интерес у специалистов Они много писали и говорили Но популярность не сказалась На ее достижениях и выпусках Это был скорее опытный выставочный экспонат Служивший базой для испытаний Нового шестицилиндрового двигателя Низкий двухместный кузов был создан Совместными усилиями кузовной фирмы Туринг И двух инженеров Альфа Ромео Колумба и Сато В 1952 году было сделано Всего шесть машин Альфа Ромео Диско Воланте Две первые имели короткую базу И оснащались четырехцилиндровым мотором От серийной модели 1900 На их базе были сделаны Три спортивные машины с кузовом купе Именно для участия в гонке мили-мили В 1953 году Но объем их моторов увеличили до 2 литров В этих соревнованиях участвовали еще три автомобиля С шестицилиндровыми моторами И объемом 3,6 литра Все они выступили неудачно Первые три сразу же сошли с трассы Остальные продержались дольше У первого вышел из строя мотор У второго коробка передач А у третьего заклинила рулевой механизм Но это не помешало Альфа-Ромео Диско Воланте Стать участником самого знаменитого Автопробега России И вот еще одна точка маршрута Потрясающе красивый город Угличе Город Золотого кольца Съехались участники Машины стоят на центральной площади И конечно же Вся эта невероятная красота Электроавтомобили вызывают интересы у местных жителей Тут просто настоящая фотосессия Несмотря на дождь Сюда стекается довольно много народу А сейчас в ходе ралли Некоторый перерыв Организована экскурсия по городу Участники отдыхают Ну и мы присоединимся к ним на некоторое время Ралли Золотое кольцо Это не только мастерство водителей Точность, аккуратность И верный расчет Это еще возможность увидеть иностранцам А нашим соотечественникам Еще раз убедиться в том Насколько потрясающе красива у нас Россия Небольшой тихий старинный русский город Углич Находится в Ярославской области Расположен на берегу реки Волги Как раз в том месте Где она делает крутой изгиб Который когда-то назывался Угилец Или Углич Может быть поэтому город носит такое название Согласно другой версии На этом месте в древности выжигали уголь И снова мы движемся дальше Вместе с участниками Ралли Золотое кольцо 2008 Ну вот еще одна точка Финальная точка сегодняшнего дня Это центральная площадь города Ростов Потрясающий город Золотого кольца И сейчас мне хочется пообщаться С Татьяной Анной Паньковской С замечательным женским экипажем Как вы себя чувствуете Вот после такого сложного дня Дождь, слепогода Досыщенный день был Как прошло? Чувствуем себя прекрасно Во-первых, сегодня уже второй день идет ралли Мы уже привыкли к этим трудным условиям Получаем удовольствие Конечно, дождь осложняет Но не настолько, чтобы мы отказались от этого Мы не опаздываем, везде приходим вовремя Так что мы довольны своим Вот этим этапом сегодняшним Как вы, юная автоледи, себя ощущаете? Ну, по крайней мере, нам лучше, чем Некоторым экипажам, у которых вообще нет крыши Крыши Ягуара не подводят, не протекают? Нет Как автомобиль тебя видит? Ой, прекрасно И как в хорошем фильме мы прерывемся На самом интересном месте Поскольку идет только второй день Четырехдневного автопробега И все только начинается Редактор субтитров А.Семкин